Конечно, завод давно нуждался в этом КПП. Там, где мы с вами ходили, какими-то лагеринтами, не совсем удобно было. И плюс жизнь сама подсказывала еще, говорю, ковида, помните, да, какие меры, первое, с того, что нужно было предпринимать, чтобы мы друг друга, извиняюсь, не заразили, кто к нам приехал, приезжал гости или заказчики. Поэтому КПП это такой тоже важный производственный участок. И тем более такой красивый исторический в прошлом, в своем историческом прошлом. А лишь за эти годы на заводе поменяли 4, ну, почти 5 поколений работников. Многие то, о чем рассказывали, скорее всего, теперь расслышат. Потому что 1953 год, когда завод навернулся, с того времени, все скажу, некоторые в этом году как раз родились, останемся позже. И на самом деле, скажешь, Михаил Савельевич, он нам все проделся на пару лет. Поэтому, конечно, сегодня, когда открывали много КПП, и тем более он непростой снова, следующее его, как бы, важное содержание, изготовлен нашими руками, вашими руками. Наши конструкторы, конструкторы ее запроектировали. Проектировщики, которые облик придали. Наши же рабочие, наши работники собрали. Наши же основные участники при отделке заводской. Конечно, привлекали к узких смесалистов, которые на заводе нет. Но в целом, все, что здесь имеется, это творение рук наших работников. Поэтому, конечно, мы желаем, чтобы это здание стоял еще вот так же, как предыдущее здание, 50 и больше лет. И завод работал. Еще пришли еще другие поколения. И чтобы мы могли, и уже кто помоложе стоит в наших рядах, они будут рассказывать, что слышал вот 9 июня 2023 года, рассказывали, что в 46, 53, 57, 57 годах были какие-то события. Ну и, конечно, вы, прямо участники, сами расскажете, как это происходило сегодня. Я намекаю на пра-пра наших внуков, которых туда мы перейдем, надо работать. Не раньше, чем пра-пра. Конечно, с точки зрения, то, что Илья Михайлович сказал, имя завода, лицо завода, КПП имеет тоже значение. Потому что, во-первых, мы будем говорить, вот то, что мы впускаем, может иметь и такой облик. Это тоже для нас важно. Потому что модульные здания востребованы в целом по стране, но не всегда удается красиво преподнести. Вот дом номер 2, который на территории у нас стоит, мы первое построили, если помните, специально туда водили заместра обороны и других заказчиков и показывали, из чего же состоит наш модуль. Сегодня уже более актуальным будет вот такой вариант.